Добрый день, коллеги! Это немного необычная сессия, которая своей целью ставит осветить вопросы формального образования в онкологии или в хирургической онкологии. Я исходил из того, что врачей от Бога нет, и что врачебная онкологическая деятельность – это обучаемый навык. И если подойти с формальной точки зрения, то, соответственно, надо уметь обучать этому навыку. И моя задача от докладчиков – услышать их презентацию именно в этом ключе. На Западе очень много внимания уделяется формальному обучению в хирургической онкологии. В частности, я думаю, что мы сфокусируемся на нетрадиционных для России методах обучения сегодня и посмотрим, что из этого выйдет. Каждые комментарии будут очень интересны, и я даже их буду записывать. И посмотрим, да, кумулятивно, что из этого выйдет. Первый докладчик – Сантьяго Гонзанлис Моррис, он мой хороший приятель. – Мой хороший приятель. – На самом деле, я не сказал вам, встречались в Вашингтон Хасселс, когда я был там в резидентуре. У нас шкафчики рядом находились. Я был второй год там, ну, как бы, интерном, и мне было очень тяжело. Я буквально там помирал, конечно, от усталости. Я в какой-то момент был на грани того, чтобы все бросить, вообще послать черту. Ну, и Сантьяго каждое утро веселил меня и каждое утро придавал мне новых сил. Говорит, слушай, просто давай, не сдавайся, продолжай, все будет хорошо. Поэтому, Сантьяго, давай, Ваша первая презентация, пожалуйста. Презентация, посвященная формальным аспектам программы обучения в онкологии и в Европе. Спасибо большое, Вадим, я не помнил этого. Я помню, конечно, как мы познакомились, встретились. Ну, я помню, да, молодые какие-то были хирурги, которые сейчас уже подросли и занимаются идеиными вещами. Ну, давайте расскажу Вам пару слов о формальных аспектах онкологического обучения и хирургической онкологии, особенно в Европе. Ну, такое небольшое вступление в то, чем мы занимаемся. Раковые заболевания, онкологические заболевания состоят из многочисленных факторов. Понятно, что начало всего берется с биологических каких-то перспектив, но мы не можем с одной стороны, да, смотреть на это. Мы не можем ограничиться одной какой-то биологической процедурой. И каждый раз, когда мы получаем новую информацию об онкологических заболеваниях, эта система становится все более сложной. Это такая многосоставная реальность. Существует очень много факторов, которые необходимо рассматривать на каждом уровне при каждом шаге. Технологический уровень здесь тоже самое. Существует масса различных технологий. То, как изменяется наше восприятие раковых заболеваний, то, что мы знаем о раке, наши знания, наши технические возможности достижения цивилизации, все это меняется. При работе с онкологическими пациентами мы не можем работать в изоляции от других подразделений, от каких-то других специалистов. Нам необходимо сотрудничать с другими специалистами и использовать опыт наших коллег. Понятно, что только адекватная комбинация системной терапии, хирургии, химио-радиотерапии позволяет добиться хороших результатов онкологического лечения. И речь идет не столько о правильном выборе техники, сколько о правильной комбинации. Я уверен, что сегодня во всем мире тенденция, конечно, меняется, и Россия двигается в том же направлении. Клинические практики в раковых заболеваниях, ну, в раковой области становятся такими многодисциплинарными, мультидисциплинарными. Нужно очень много принять во внимание, чтобы понять, что необходимо предпринять. Это очень медленный процесс, но постепенно, постепенно мы становимся такой многосторонней практикой. Мы используем подход многосторонний. То есть каждого пациента нужно рассматривать с разных сторон, грубо говоря. В этом понимании раковая хирургия, то, как оперировать на опухолях, включает в себя хирургическую технику, безусловно. Это какие-то анатомические дознания о том, как непосредственно механически выполнять ту или иную процедуру. И в данном случае раковая хирургия перерастает в такую хирургическую онкологию. Здесь, помимо хирургической техники, мы думаем уже не только о технике и анатомии, но и биологии опухоли, например, о других элементах, которые необходимо принять во внимание. И все это, безусловно, является той работой, над которой работает мультидисциплинарная команда. Это не просто группа из двух врачей, а несколько различных онкологов, хирургов, которые обсуждают не только, как проводить операцию, но и когда проводить операцию и каким образом проводить операцию. Так же, как онкология зависит от знаний о лечении рака, мы понимаем, что необходимо принимать во внимание специалистов-радиологов, специалистов. Других сфер, хирургической сферы. Кто такой онкологический хирург? Это онколог, который лечит своих пациентов хирургическим вмешательством. Но понятно, что существует очень такое тесное взаимодействие различных дисциплин, которые все занимаются лечением раковых заболеваний. Все они пересекаются в одной точке. Это такое единое знание. Мы должны, все находящиеся в этом месте, должны знать всю имеющуюся информацию об онкологических заболеваниях. Вот этот массив так называемого онкологического знания. Есть места, где перекликаются две сферы. Вы видите, это такое основное, общие клинические знания. Понятно, нам необходимо иметь представление о медицинской онкологии, о радиологических исследованиях и лечениях, о хирургических вмешательствах. Существуют некоторые, безусловно, связанные с онкологической хирургией, такие продвинутые знания, которые нам необходимо получать где-то извне в дополнительных ресурсах. Вот так мы должны внедрять нашу практику, более современные методы лечения, чтобы снизить число рецидивов и неблагоприятные исходы лечения. Ну, практически, видите, здесь идут хирургические подходы, терапевтические их переплетения. Итак, онколог-хирург – это уже специальная специальность хирургическая, требующая подготовки, обучения. И этот хирург-онколог должен интегрировать свою работу в деятельность многопрофильной лечебной команды с учетом эволюции знаний. И что еще важно, надо обязательно прилагать усилия к постоянному проведению научного поиска. Итак, хирург-онколог, действительно, я хочу сказать, мы получаем онколога, который квалифицированно выполняет операцию. Итак, уникальность – комбинация клинической онкологии и хирургии, определяемой наличием базы знаний. Итак, что отличает онкологию и хирургия онкологическую от других дисциплин? В частности, у нас даже лучевая терапия отличается от обыкновенной радиологии, терапевтическая онкология, химиотерапия отличаются от внутренней медицины, от терапии. И Евросоюз практически, да, даже признал, что это специальная специальность отдельная. И в США такое же сделано заявление. Поэтому, когда мы видим уже хирургическую онкологию, может быть, и не распознавается, не признается как отдельная специальность, она, тем не менее, и является таковой, представляя собой плод эволюции хирургии и разных других онкологических дисциплин. Мы пытаемся признать свою, так сказать, независимость от других специальных, не независимость, а признать себя как отдельную специальность. Имеется потребность специалистов по лечению рака хирургическими способами признана, и, соответственно, узких специалистов в этой сфере деятельности. И я вот тут идею я хочу вам описать. Вот посмотрите, это тоже потребность в признании вот такой узкой специальницы. Как я уже сказал, может быть, хирургические подходы связаны, безусловно, с этим конкретным знанием и с конкретными навыками, которые выходят за пределы наших подготовки. И научное общество хирургической онкологии создано в мире и в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Евросоюзе. Мы считаем, что это наш основной ресурс для исследований. Эти общества обеспечивают подготовкой и обучением хирургов-онкологов. И миссия вот этого европейского общества заключается в следующем – поддерживать членов в их проведении ими исследований и также в практике хирургической онкологии на благо онкологических больных. То есть обучение – это интегральная часть того, чем мы занимаемся на научное общество. Теперь вопрос возникает, как нам предоставлять это обучение проводить, потому что потребность имеется. Я не знаю, люди, которые сидят в зале, согласятся с нами, со мной, что надо много учиться, набираться опыта, если вы хотите стать хирургами-онкологами. И вот я вот, например, тоже получил специальную подготовку. А что это значит, специальная подготовка? Нам необходимо обязательно задачи поставить учебные, затем методы обучения определить. И последнее, но очень важно, нам нужно оценивать содержание программ обучения и педагогических приемов. Может быть, так это называется, да, требования к специализированному обучению, образованию. Это зависит от различных, от контекста определенной страны. Нам необходимо получать специфические знания. Мы должны оценивать свои навыки и знания, получать сертификаты. И опять же, это зависит, варьирует от места к месту, но тем не менее, имеется клиническая ординатура общей хирургии, общей хирургии нужно пройти. Затем в Европе, по крайней мере, имеется такой ядерный коровый программ обучения. Конечно, нам необходимо последипломное образование получать, посещая курсы, прослушивая курсы, посещая семинары и другие мероприятия. В некоторых странах и даже штатах у нас иногда требуется даже аспирантура. Вот такая программа на два года рассчитанная с тем, чтобы повысить квалификацию хирургов-онкологов. И затем мы проходим процесс спецификации, сертификации, то есть сдаем специальный экзамен. В Соединенных Штатах это тоже, когда я начинал в Соединенных Штатах, такой был очень тяжелый экзамен. Итак, нам необходимо понимать научные основы, принципы биологии апохолей. Нам необходимо изучать хирургические вмешательства, достаточно сложные, и поле метода применения химиотерапии, лучевой терапии. И мы подбирать должны лечение пациентов на определенные терапевтические и хирургические методы лечения. Это важно. Нам необходимо учиться также, работать в команде и проводить исследования. Ну вот, хирургия-онкология. Действительно, вот это и есть тот самый основной программ обучения или куррикулум научного общества онкологического Европы. Вот первый раздел, основные принципы онкологии. Ну тут и канцерогенез, и эпидемиология рака. Затем второй раздел, конкретные аназологические формы в онкологии. Затем общие клинические навыки, требования к подготовке. Вот то, что мы и говорим, вы можете это найти на нашем вебовском сайте. И кроме того, да, можно и другие программы обучения там посмотреть для того, чтобы получить вот такое представление о глобальной программе обучения в онкологии, хирургической онкологии. В других странах мира, в России, например, тоже требуется структурированное обучение. Можно подчеркнуть эти знания на нашем сайте. Вот как это выглядит. Мы обновляем их по каждые пару лет. Ну вот в первый раз мы посмотрели, ввели эндокринную, злокачественное оборудование эндокринной системы сюда тоже ввели. И вы теперь видите различные по каждой нозологии, по каждому заболеванию у нас вот базовые знания преподаются, а также усовершенствованный курс. Это все создано вот и в рамках нашего программы обучения. Как я уже сказал, это идет уже за пределы наших исходных планов, во многих, в идеальных, конечно, в случае надо проводить было такое специализированное обучение. Но многие из нас здесь и за рубежом иногда даже едут для получения знаний, навыков за рубеж, потому что не в каждой стране предоставляются все возможности обучения. Но, тем не менее, лучше структурировать любую программу обучения на собственной территории. Но, тем не менее, если эта рабочая среда позволяет, у вас есть хорошие наставники, тогда это можно сделать реальностью. А здесь я сейчас вот... Вот и меня... Я в Вашингтоне, по сути дела, два года стажировался, где Вадимов и встретил, и под руководством наставников, и там были прекрасные наставники этого. Наличие наставника настоящего, будь то за рубежом или дома, очень важно, исключительно важно. Это один из методов наставничества, который доказал свою пользу в поприще онкологической операции. Мы, вы знаете, если нам необходимо... Для того, чтобы получить опыт, набраться опыта, нужно выполнить определенное количество процедур, операций. Это так называемое кривое обучение. Это вот та статья, которую я написал. Действительно, что больше времени требует принятие решений или технические факторы, они имеют место быть, но, по крайней мере, если у нас есть... Если можно было бы использовать это умение принимать решения клинические и технические навыки, это было бы прекрасно, особенно в сложных хирургических случаях. И, вы знаете, у нас иногда во время операции, сами понимаете, наталкиваемся на что-то неожиданное. И опыт, опять же, набирается в соответствии с кривой обучения. Нужно выполнить определенное количество операций. И так, опять же, научные общества, в частности, европейское общество. И есть такое же и в Соединенных Штатах. Мы предлагаем также программы стажировки, вплоть до аспирантуры. Мы тоже учились. Но у вас есть и тут такие возможности. И, может быть, предлагает европейское общество тоже много курсов, которые вам могут показаться полезными. И, кроме того, программа есть для членов данных научных сообществ. И можно извлечь пользу своего членства, если вы решите присоединиться к нам в Европе. Теперь имеются также возможности. У нас конгресс проводится ежегодно и иногда два раза в год по симпозиуму, по, опять же, этой специальности. И я знаю, у нас есть масса разных мероприятий, заявленных, обучающих мастер-классы, в том числе повышение квалификации. И вот так все это выглядит. И вы видите все эти различные семинары, которые мы проводили от колоректальной хирургии, малой хирургии молочной железы. Вообще вот все вот эти вот... На вебе мы все это выставили ресурсы. Это не только курсы обучения, не только теоретические, но и практические занятия мы проводим. Вот у нас в Гамбурге, в Германии такая есть чудесная лаборатория, где можно отрабатывать практические навыки. А это вы видите здесь наши участники. И, естественно, мы можем более регулярно, так сказать, посещать наши занятия или курсы обучения, где мы делимся знаниями друг с другом. И у нас эти новые... Нам нужно получить больше объем знаний, образования. Поэтому мы целую школу открыли, европейскую школу перитениальных... Онкологии перитениальной поверхности, поверхности брюшины. И для того, чтобы дать вот ответ на запрос по структурированному обучению в области новообразования брюшины. Поэтому мы... Практически этот курс заканчивается раздачей, получением сертификата. Вот после такой подготовки. И, как я уже сказала, сертификация в конце любого курса обучения очень важна, потому что мы приобретаем новые знания, новые навыки и хотим увидеть, да, действительно, повысили ли мы свои профессиональные стандарты. И вот, выдаю ЭСО. Это европейское общество, можно сказать, хирургического онколога в Европейском Евросоюзе. Я вам еще кое-что об этом покажу. Но в прошлом году в Соединенных Штатах впервые тоже начали люди получать дипломы по сложным вопросам лечения онкологических заболеваний. А вот как этот вот диплом или сертификат Европейского общества хирургов-онкологов целью повышения квалификации является предоставлено... Ну, экзамен состоит, кстати, из двух частей. Во-первых, надо свои знания показать независимому жюри или комиссии, что ли, приемной, академический, так сказать, экзамен. Ну, во-первых, еще надо, что вас допустили до этого экзамена, нужно иметь соответствующее образование, и вы должны к этому времени выполнить определенное количество соответствующих процедур. И вторая часть экзамена – это уже сам экзамен. Это не так, чтобы легко, нелегкий экзамен, непростой. Вы проходите интервью, вы показываете свое знание статей, разбор клинических случаев по теме вашего выбора. Ну, достаточно комплексный экзамен по онкологии, хирургической онкологии. Вот количество кандидатов по выбору достаточно стабильно увеличивается в каждый год. И, видите, у нас есть соискатели из всех, со всего мира, арабские страны, например, представлены. Турция. Ну, это мой последний слайд. Посмотрите, это будущее образование в сфере хирургической онкологии. Наши потребности, нужно больше знания о биологии рака, больше исследований, больше создания хирургических подходов к лечению онкологических заболеваний. А к концу, ну, почему нет, может быть, нам удастся как-то улучшить наши знания и навыки. И посредством чего? Непрерывного образования, после дипломного, путем сотрудничества с другими обществами. И благодаря тому, что мы делимся своими знаниями. Собственно, это мои основные призывы, которые я хотел бы вывести на экран в качестве выводов. Итак, признание хирургической, в том числе признание нашей узкой специальности, как отдельной специальности в различных, во всех странах. И затем, вот, не забудьте о тех программах, которые Европейское общество хирургической онкологии предлагает вашему вниманию. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, Сантьяго. Очень информативная такая презентация, я много узнал. Маленький такой короткий вопрос. Мы разговаривали с коллегами, естественно, обсуждали образование. И один из моих коллег озабочен тем, что если вы воспитываете кого-то, кто занимается тем же, что и вы, не воспитываете ли вы конкурента себе. Ну, вы знаете, у нас в Испании, в общем, принято такое мнение, так как люди думают, но уже сейчас меняется это. Я думаю, что если, ну, мои европейские коллеги, те, которые обучают себе подобных, они гордятся, в общем, тем, что передают свои знания следующим поколениям. Я не думаю, что такие ученики воспринимаются как конкуренты. Нужно быть открытым для того, чтобы делиться своими знаниями с тем, кто придет после вас. Даже если вы очень эгоистичны, то это единственный способ, как можно сохранить ваши знания. Даже с такой эгоистичной точки зрения, это единственное, что имеет смысл. Но я не думаю, что это правильный подход к обучению, конечно же. Спасибо.